Политики имеют право на создание политических и общественных объединений. Это тоже написано в Конституции. И мы создали Комитет защиты империума. Как политики, как граждане, в соответствии с тем, что Конституция нам дает такое право. А почему мы сегодня сидим в тюрьме? 30 человек. Женщины. Молодые ребята. Пожилые женщины. Неужели их не жалко, уважаемый суд? Они абсолютно невиновны. Я хочу остановиться на некоторых из них. А сейчас... Вот это мой третий арест. Я абсолютно согласен со своим адвокатом. Меня, когда первый раз сажали, 12 декабря 2019 года, мне президент Сорова Джеймбеков и его окружение предлагали убежать из Крымстана. Предлагали, чтобы меня не сажать, я уехал в Европу или в Соединенные Штаты Америки. Но я им ответил, что из Крымстана я никуда не убегу. Даже если вы меня арестуете. Это аргумент на то, что если бы вы, как независимый вред власти и как высшестоящая инстанция, отменили решение районной инстанции о применении меры пресечения содержания под стражей, вы бы не ошиблись. Я бы никуда не убежал. Но, к сожалению, наша судебная система зависима. И вы вынуждены выполнять поручения властей. И указание ГКНБ. Теперь. Куда я могу убежать? У меня вся семья здесь. Все, что у меня есть, здесь. И более того, 20 лет я борюсь со всеми авторитарными, семейно-клановыми президентами и режимами. И я никуда не убегу. Я буду до 80 лет бороться со всеми авторитарными властями. До 80 лет. Даже если буду сидеть в тюрьме, я буду бороться с авторитарными режимами. Уважаемый суд, следствия взяли у нас подписку о неразглашении тайны следствия. Но, к сожалению, они у нас взяли, нам запрещают говорить, но они сами раздают следственные тайны. Во всем интернете гуляет вся информация о том, как вы проводили это чайпицит в открытом публичном месте. Это кофейня Касса Италия возле Первомайского районного суда, где я нахожусь 4 дня в неделю. Так как я за 4 года осужден несколько раз, мои близкие осуждены несколько раз, мои сестренки осуждены, мои друзья осуждены, мой телеканал был закрыт, мои журналисты были в тюрьме. И пошел второй круг, этого было мало, теперь решили меня еще раз посадить сначала. Во время переговоров, во время, когда мы собирались в создании Кемероватского комитета, там все пришли сами. 30 человек, никто никого не заставлял. И наша Конституция, наши законы, все международные нормы и нормы Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций, дает право каждому гражданину, каждому политику критиковать власть. Это первое наше фундаментальное право, это свобода слова. Второе. В нашей Конституции чутко написано, граждане, политики, журналисты, гражданское общество имеют право на мирное собрание. Мы там обсуждали мирное собрание. Это наше фундаментальное второе право. Продолжение следует...